Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех, девочки и мальчики, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии. Всем спасибо огромное. Всех люблю, всех ценю, девочки и мальчики. Ну а сейчас давайте сделаем расклад на крестового короля, что у него в жизни происходит прямо сейчас. Посмотрим, чем занимается, кого любит, куда ходит, с кем встречается. Посмотрим, что нам в карте скажем сегодня. Так, найдем нашего крестового короля, посмотрим, кто у него на сердце, кого он любит, куда ходит наш крестовый король. Вот он и выше. Вот у него на сердце бубновая дама, девочки, смотрите. О голове в мыслях. Червовая дама есть, но пока хлопоты к ней нету. Пока не хлопочили, никаких действий нету к червовой даме, но здесь я вижу, что прямо на пороге он хочет с новой дамой этой поругаться и расстаться хочет. Ну, посмотрим, как проиграется, посмотрим. А так он думает об новой даме. Ну, может быть, думает, чтобы расстаться, увидеться, расстаться хочет. Итак, девочки, все вы, которые смотрят это видео, вы червовая дама. Независимо вы, лубновая дама или червовая дама. Кто смотрит, это червовая дама. Ваш мужчина крестовый король. И посмотрим, что нам карты покажут сегодня. Так, что у него под сердцем? Лубновая любовь, девочки. Что-то у него с лубновой дамой есть все-таки. На сердце разговор, встреча, думает. Вот, в голове, в мыслях, на пороге, что было, что будет. Будем смотреть. Так, в голове, в мыслях он думает о червовой любви. Хочет с вами встретиться, поговорить тепло. Теплый разговор будет. Очень большой интерес есть к вам. На пороге. На пороге тоже бубновая дама есть. Из-за этой бубновой дамы у вас встречи срываются, девочки. Тут все-таки есть какая-то дама. В прошлом что было? В прошлом тоже с червовой дамой крестового короля была пауза. Была пауза. Сейчас тоже встречи срываются из-за этой бубновой дамы. Но он любит ее, эту червовую даму. Все-таки он любит. В будущем будет встречи, общение, будут хопатать, но переживать будет. Страдать будет, переживать будет. Так, здесь в прошлом чувства у него были холодные червовые дамы. Видите? Чувство любовь перевернуто. Ну, как-то он надеялся на червовую даму. Но что-то у него чувства стали холодными. И, скорее всего, поставил точку. И они пошли на паузу. Чуть ли не расстались даже. Встреча не была в прошлом. Расстался. Так, что дальше? И он пошел к бубновой даме. К бубновой даме пошел. Бубновая дама очень хитрая была. И они начали встречаться. Ну, и из-за этой бубновой дамы у них встречи срываются. И посмотрим, что будет в будущем. В будущем. В будущем тоже. Вот звонки, переписки будут с бубновой дамой, скорее всего. У него какие-то желания есть в бубновой даме тоже. Но он будет страдать по червовой даме. И все равно будет хопатать к вам. Он очень будет страдать, переживать будет в будущем. Ну, и все-таки из-за этой дамы у вас встречи будут срываться. Но все-таки в будущем я вижу, что он очень захочет быть с вами. Здесь будет очень какой-то разговор. Ссора будет небольшая, не сильная такая, не крупная ссора. Но ссора будет из-за бубновой дамы. Что он с бубновой дамой встречается и хочет быть с вами. И чего-то он боится все равно. Червовую даму чего-то боится и очень хочет быть с ней. Хоть встречи срываются за бубновой дамой, но все-таки он думает о жизни червовой дамы. На сердце интересуется. Хлопоты бубновой дамы будут, выпивки будут. Здесь король, который пришел, у него под сердцем бубновая дама, девочки. Он скрывает, что у него есть бубновая дама. И интересовался будет к ней. Может быть, они вместе работают. И после работы одни где-то сидят, выпивают, встречаются, скрывают. А так в голове, в мыслях он любит червовую даму и интерес большой есть. Так, да, из-за этого бубновая дама встречи срываются, ругаются. Но все равно он страдает, будет страдать в будущем за червовую даму, девочки. Что мы имеем? С бубновой встречаются, выпивки есть, но любит червовую даму. Встречаются тайно, видимо. Тайные встречи, выпивки. И с червовой дамой тоже поддерживает отношения в данный момент. Так, в прошлом. В прошлом был у него к ней, в новой даме, интерес, надежды были, какие-то планы были. Да, надежда была. И он сам себя считает очень благородным мужчиной. Он думает, что он очень правильно живет в своей жизни. И он, у него вообще надежды и на червовую даму есть, и надежды на бубновую даму есть, были в прошлом. Ну и на червовую даму что-то он разразился в прошлом. Может быть, тут было какие-то магические действия у червовой дамы. Ну, посмотрим, что он будет делать. Что-то все непонятно, расклад какой-то непонятный. Он не знает, что сам хочет. И с бубновой хочет, и с червовой хочет мужчина. Расклад общий, девочки. Общий это общий, а личный это личный. Поэтому в личных раскладах мы называем даты рождения. А тут в общих ничего не называем. Поэтому чей король пришел, не знаем. Здесь крестовый король любит червовую даму. А червовая дама немного холодно относится к нему. Он это знает. С бубновой тоже встречается он. Вот желание у него в бубновой даме тоже есть. Ну, он думает, немножко постичаясь, потом брошу. Да, вот. Так думает. Ссориться будет. Крупная ссора будет с бубновой дамой. Видите? Он хочет с неба немножко погулять, а потом бросить. Хочет бубновую даму. Поэтому под сердцем держит. Никому ничего не показывает. Скрывает. Думает о работе, о жизни, о своей. Вот в будущем пойдет червовой даме. Будет хитрить. Вот звонок будет червовой даме. Хлопотать будет. Разговаривать будет о любви, что он ее любит. Ну, и почаще будут ходить. А с бубновой дамой расстанется. Так, здесь, смотрите. Христовый король надеется на червовую даму. А червовая дама надеется на христовую король. Надежды одинаковые. Интерес большой есть. Черек не хочет. Черковый даму черек не хочет. Здесь я так понимаю, что христовый король хочет погулять с бубновой дамой, а потом расстаться. Не хочет упустить, как бы, свой шанс быть с бубновой дамой. А так надеется на червовую даму и большой интерес к ней есть. И терять не хочет. Так, что ему препятствует в жизни? Он очень боится, что потерять червовую даму, да? Не хочет терять. Что произойдет? Ну, вот, терять не хочет червовую даму. Одни червовые масти боятся потерять червовую даму. С кем свидание будет? С мужчиной, с отцом, с братом старшим, со своим хорошим знакомым, казенным королем какая-то встреча у него будет. Что его удивит? В его жизни эта червовая дама будет. Он уже решил, что червовая дама будет официально его женой. Что удивит? Встреча будет с червовой дамой. Что одиночит? Вот видите, они по судьбе друг другу. Если они не будут по судьбе, ему кажется, что он одинокий без червовой дамы. Но какие-то проблемы между ними все равно будут. Проблемы будут. Но они по судьбе. Они и будут вместе. Вот по закону они будут вместе. Неожиданно это все случится. Что тревожит? Тревожит, чтобы много дама проявляется. Ему от этого больно, не хочется. Разговор тяжелый будет. Что его порадует? Какие-то деньги придут к нему. Это его порадует. С работы, видимо. Разговор, скетчи по работе. Насчет денег думает. Вообще деньги должен получить. И об этом он думает. Посмотрим дальше. Что же дальше будет? Для него, для дома, для сердца, что было, что будет, чем он успокоится. Для короля, для него. Разговор, будет встреча, будет неожиданно с червовой дамой. Для дома. Для дома он хочет, чтобы они жили вместе. Но пока их... Они по судьбе, но сейчас немножко перевернута. Вот судьба. И у него, и у нее. На сердце. На сердце, он надеется на червовую даму. С бубновой дамой, как я и сказала, погуляет и обманет. Что было? В прошлом были встречи с бубновой и с червовой дамой. Долгие были встречи с одной и с другой. Что будет? Так, здесь у него выпивка будет. Может быть, с этим королем выпивка будет. Что-то встречи будет. Какой-то, знаете, не сильно такой довольный будет. Какая-то пустота. Ну, просто встретились, немножко выпили и разошлись. Ничего такого всех естественного не будет. Успокаиваться он червовой дамой. Для него. Все-таки он любит червовую даму. Как бы он там не побежал к бубновой даме, и все равно он ее любит. Для дома. Для дома тоже он переживает. Вдруг червовая дама не будет с ним жить. Он переживает. Боится. На сердце. Вот он обманывает бубновую даму. Обманывает и общается, встречается с ней еще. Что было? Иногда у него любовь холодной была и в червовой даме, и в обновой даме. Что будет? Все-таки встречи будут у Христова короля с червовой дамой. Хитрый очень. Хитрит будет обманывать, будет червовую даму. Чем он успокоится? Будет звонок к червовой даме, хлопоты будут. Тут желания есть, надежды, планы есть. Много дамы тоже еще какие-то встречи будут. Так, ну посмотрим. Что же дальше будет? Вот он и здесь. Трясутся очень тайно, трясутся к червовой даме. Думают о ней, о червовой даме. Боится потерять. Встречи, свидания будут. Так же и встречи будет разговор с клубновой дамой. Вот, свидание с червовой дамой будет. Очень он боится, что червовой дама его разлюбит. Да, вот. Но он знает, что она любит его. Вот карта брака вышла. Он надеется, что червовой дама будет его женою, супругою. Кто как хочет, так и думайте. Здесь он будет ей звонить, писать, хлопотать будет. Ну, здесь и новая дама тоже будет хлопотать к нему. Ну, все-таки у него большое желание к червовой даме, девочки. Все-таки он любит червовую даму. Но с клубновой дамой хотел погулять и погулял. Погулял и обманул. Видите, здесь, видите, с клубновой дамой постичался, переспал, обманул, хитро поступил. Видел, что интересуется очень сильно клубновой дамой, но обманы были, видите, пустота и обман. Любви не было. Ну, давайте теперь посмотрим, чем же наш расклад закончится. Все-таки будет он жениться на червовую даму, посмотрим. Да, здесь еще он будет интересоваться бубновой дамой. Она будет хлопотать, но он тоже как бы будет встречаться с ней, но уже настроения нет. У него, видите, у него жизнь перевернута бубновой даме. Думает он о червовой даме, интерес есть, вот говорит теплые слова. Ну, здесь и бубновая дама тоже будет проявляться. Видите, здесь обман был, встречался, холодный был. Любви не было. Ссоры были между ними. Бубновая надеялась. Ну, здесь, знаете, сугубо встречаться. Постель, встретились, выпили, переспали и разбежались. Здесь погулять, конкретно выпить с бубновой дамой. А другие серьезные отношения, это с червовой дамой. Так, здесь какая-то пустота была с червовой дамой. Пустые хлопоты были с червовой дамой, но все равно он надеялся на нее. Дама тоже холодная иногда относилась к нему, но он надеялся. Так же и встречался с бубновой дамой. Видите, как. Так. Иногда чувства были холодные у крестового короля встречи. Любовь встречи, с червовой дамой были холодные. Но все равно интересовался к ней, ходил к ней. Но и также интерес, знаете, пошел, поинтересовался, что-то сказал и пришел. Да, вот, и потом душевно переживал, что он так поступает с червовой дамой. Да, вот, белой бубновой дамой так поступал с червовой дамой. Ему это было неприятно самому. Вот у него, он белой бубновой дамой, так все и белой червовой дамой. Ну и разговаривал он с червовой дамой. Умел разговаривать, умел уговаривать, умел убедить, что он ее любит. Да, вот, при встрече. Как бы червовой дамой холодно к нему не относилась, все равно она ему верила. Ну и здесь иногда он будет злиться, иногда будет обижаться при хлопоте к червовой даме. Что-то червовая дама, видите, холодная стала. Но все равно здесь я вижу, как-то брака тоже вышла. Он будет попадать к ней с серьезными намерениями. Хотя в данный момент червовая дама немножко холодно будет к нему относиться. Он будет злиться, обижаться. Ну и тем не менее, он выбирает червовую даму девочки. Ну вот такой расклад на крестового короля. Что у него в жизни происходит прямо сейчас. У кого такая ситуация, пишите комментарии, девочки, мальчики. Ставьте лайки. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всех люблю, целую, обнимаю, девочки, мальчики. Всем удачи, всем любви. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok